Помните свою первую программу Hello World? Сейчас вы уже знаете, что здесь происходит вызов функции, а функция console.log принимает аргумент. В данном случае аргумент не число, а строка. Так мы называем фрагменты текста в программировании, потому что они похожи на последовательность букв на веревке. Строки везде. Сейчас я читаю сценарий, и текстовый файл — это длинная строка. Сайт, на котором вы смотрите эти видео, содержит множество слов. Все это строки. Работа Google — запоминать строки, в этом суть поиска. Файлы и папки в вашем компьютере идентифицируются через их названия, которые также являются всего лишь строками. Так же, как мы это делали с числами, мы можем создать константу из строки. Вы можете использовать одиночные кавычки или двойные, не так важно. Главное, чтобы они были одинаковыми и в начале, и в конце строки. Если вам необходимо использовать реальные кавычки внутри строки, тогда используйте другой знак для создания строки. Например, здесь одиночные кавычки используются для формулирования или ограничения строки, и тогда у нас есть возможность поставить двойные внутри. Или наоборот, двойные снаружи, а одиночные внутри. Но что делать, если такое невозможно, и вам нужно использовать одинаковый тип кавычек и для формулировки строки, и внутри нее? Если вы попробуете сделать так, то получите ошибку, потому что ваша строка поломана. Программа сломается в этом месте, потому что тут присутствует вторая закрывающая кавычка того же типа, а затем идет странное слово, которое ничего не означает, а потом новая строка. Это неправильный JavaScript. Нам нужно объяснить интерпретатору, что некоторые кавычки он должен воспринимать иначе. Они не должны означать начало строки или конец строки, они должны означать символ кавычек. Это называется экранированием. Добавьте символ экранирования, обратный слэш, перед символом, и символ изолируется от своей специфической роли и превратится в обычный знак в строке. Этот символ экранирования может использоваться для вставления других специальных символов в строку. Тут есть три момента. Первый. Если нам нужен обратный слэш в строке, то он должен быть экранирован другим обратным слэшем. Второе. Обратный слэш t – это не экранировать символ t. Вам не нужно экранировать t. t – это не специальный символ. Вся конструкция обратный слэш t – это специальная управляющая последовательность. Она представляет собой единичную табуляцию, по сути, длинный пробел. И третье. Обратный слэш n – это другая управляющая последовательность, которая представляет собой новую строчку. Это как если вы нажмете Enter, когда набираете текст. Поэтому все, что следует дальше, перейдет на новую строчку. Попробуем написать функцию. Она будет принимать строку, имя, и возвращать другую строку, приветствие. Вот как это должно работать. Эта функция должна уметь каким-то образом принимать входящую строку и склеивать ее с другой строкой. Такой процесс называется конкатенацией, и в JavaScript он реализуется знаком плюс, как при сложении чисел. Теперь другой пример. Эта функция принимает строку и возвращает ту же строку, но без каждой второй буквы. Например, Калифорния превратится в CLFRI. Такие квадратные скобки позволяют нам получать индивидуальные символы из строки. Как и во многих процессах программирования, вы начинаете отчет с нуля, а не с одного. Поэтому первый символ str – это str0. Второй – это str1 и так далее. Это число называется индексом. Функция skip принимает аргумент, создает две переменных – i для счетчика и result для итоговой строки. Счетчик – это 0, потому что нам нужно начать с первого символа, а result – это пустая строка, мы будем добавлять к ней символы один за одним. Затем следует цикл while с условием, что i меньше, чем длина строки. Длина означает сколько символов, так что длина строки cats – 4, в ней 4 символа или 4 буквы. Пока счетчик меньше, чем длина, мы склеиваем или конкатинируем результирующую строку с символом по индексу i. Затем мы добавляем 2 к счетчику. 2 – не 1, потому что нам нужно пропустить один символ. В какой-то момент счетчик станет достаточно большим для того, чтобы условие цикла стало ложным, и функция вернет result. Давайте попробуем вызвать функцию с аргументом cats. Длина cats – 4. Несмотря на то, что индексы начинаются с нуля, длина – это действительное количество. c – это не 0 букв, это 1 буква, поэтому длина cats – 4, но индекс его последней буквы – это 3. 0 меньше 4, поэтому войти в цикл while. Конкатинировать строку с символом по индексу 0 – это c. Увеличить счетчик на 2. 2 – это меньше 4, поэтому повторить. Конкатинировать строку с символом по индексу 2 – это t. Строка теперь стала ct. Увеличить счетчик на 2. 4 не меньше 4, поэтому больше не повторять и вернуть результат ct. Вас ждут тест и практическое упражнение.